Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта «Экзегет.ру» толкование на Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Иродчетвертовластник, услышав молву об Иисусе, и сказал служащим при Нем, «Это Иоанн Креститель, Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он склятво обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его придя, взяли тело его, и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Вот это первое событие именуется традиционным усекновением главы Иоанна Крестителя. Наверное, из таких внешних вопросов, которые можно было бы поставить, первый, откуда апостол-евангелист Матфей, как, впрочем, и евангелист Марк, у которого есть описание этого события, узнали такие подробности, как все совершалось. Мне кажется, что можно предположить следующее. Поскольку домоправителем Ирода был некий Хуза, женой которого была одна из жен мироносец Иоанна, можно предполагать, что именно через этот источник, через жену мироносец Иоанну, мы узнаем подробности того, как совершилось усекновение главы пророка и предтечи Иоанна. Из того исторического, что ли, фона, о котором здесь можно было бы поговорить, наверное, будет небезынтересно заметить следующее, что это действительно все исторические персонажи, о которых мы находим упоминания в иудейских древностях Иосифа Флавия. Но в данном случае Иродиада, это была жена Филиппа. Филипп, который здесь упоминается, был сыном Ирода Великого от второго брака. В данном случае это был один из граждан Иудеи, Иерусалима. Он не был четвертовластником, тетрархом Филиппом. Это другое лицо. Так вот, в данном случае уже во время его брака с Иродиадой у них родилась дочь, которую Писание не называет, но называет Иосиф Флавией, поэтому предание и древнехристианской церкви называет ее Соломией. В данном случае еще при жизни этого Филиппа, мужа Иродиады, она разводится с ним для того, чтобы вступить в незаконную связь с Иродом Антипой. Это сын от четвертого брака Ирода Великого. А Ирод Антипа, в свою очередь, для того, чтобы войти в связь с Иродиадой, он вынужден был развестись с дочерью аравийского царя Ореты. Но не просто он разводится со своей женой, а сажает ее в так называемую Махернскую крепость, которая находилась недалеко от Мертвого моря. И, наверное, важно будет заметить, что там же, рядом, недалеко, находился городок Вифсаиды Юлии, где находилась резиденция Ирода Антипы, где он часто любил проводить время. Но в данном случае мы можем полагать, что именно день своего рождения так же совершался именно здесь, в Вифсаиде Юлии. А поскольку рядом была Махернская крепость, то отчасти это объясняет ту скоропалительность в действиях телохранителя Ирода, который идет и усекает во главу Иоанна Крестителя. Иосиф Лавий говорит о том, что в Махернской крепости именно был заточен Иоанн Креститель. Само же событие. Вот здесь мы, конечно, видим, до чего доводит пьянство человека. Когда человек в данном случае согрешает в этой беде винопитие, то он открывается для падших сил, и все страсти входят в него. Мы помним, апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, ибо в нем есть блуд. Напился Ирод на дне своего рождения. В данном случае увидел пляску молодой девушки, обнаженной или полуобнаженной. И вот воспламенившись к ней такими плотскими пожеланиями, обещает ей, думая о том, что она захочет чего-то материального дать даже до половины своего царства. Но в данном случае, поскольку мать этой Соломии, Иродиада, ненавидит Ироду Великого, за что? За то, что он обличает ее совесть, за то, что она нарушает нравственные законы бытия человечества. Она с ненавистью передает Соломии, чтобы та попросила на голове, на блюде, простите, голову Иоанна Крестителя. Царь, говорит, Писание, опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь голову Иоанну в темницу. Вот в данном случае мы видим, что винопитие привело и к блудной страсти, и к клятве, и сама по себе клятва не могла быть отменена, из-за чего? Да, по сути дела, из-за того, что очень стеснительно было царю не держать свое слово перед подчиненными, которые наблюдали за всем этим. И вот оказалось, что с одной стороны царь опечалился. А почему он опечалился? Сказать из-за того, что ему было жалко Иоанна Крестителя, сложно. Наверное, просто он испугался народного гнева, поскольку Иоанна почитали за пророка, Бога посланного. Но в то же время из-за клятвы все-таки он идет на смертный грех. И вот в данном случае еще один, может быть, вопрос, можно было бы поставить такой. Вот Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча указывает на Христа, свидетельствует об Иисусе как об истинном Христе, а заканчивает свою жизнь, по сути дела, на первый взгляд, по какой-то второстепенной причине, из-за того, что обличал в грехе Ирода и Иродиану. Но тем-то и ценно Слово Божие, что оно все преобразует именно в свете учения о Царстве Божьем, в своем правильном, что ли, взгляде. И мы можем сказать, по сути дела, то, что свидетельство о правде, это всегда есть свидетельство о Христе. И даже свидетельство о том, о чем мы читаем здесь, Иоанна Крестителя, о том, что не должно было иметь Ироду и Иродиану, есть не что иное, как свидетельство о правде Божией. Поэтому и здесь мы говорим, что Он умирает, претерпевает мученическую кончину за самого Господа. Ну и говорит на Священное Писание, что Христос удаляется от пределов Ирода-Антипы, который, по всей вероятности, уже наслышан на Христе, который ищет Его, но ищет не с целью, опять же, чему-то поучиться от Него, а именно с самой простой целью – уничтожить Христа. Поскольку за Христом идет уже молва не просто Мессии, но и царя Ирода-Антипы, очень ревностно относился к своему престолу. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали, место здесь пустынное, время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят Ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их сюда мне, и велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами. Очень важное событие, и не случайно оно единственное из чудес, если не касаться событий Страстной Седмицы, единственное чудо, которое содержится во всех четырех Евангелиях. В данном случае чудо, которое является пробным камнем нашей веры, потому что здесь говорится именно о том, что мы можем принять только на веру, как Христос умножает материю на глазах у прочих людей, и в данном случае этой материи является хлеб и рыбы. Но само чудо предваряется, мы видим, вопросом учеников, которые беспокоятся о людях, которых было очень большое количество, и предлагают Христу отпустить этих людей в селении, чтобы купили себе пищу. Итак, они, во-первых, констатируют, что люди голодны. Во-вторых, то, что время позднее, место пустынное, здесь найти неоткуда будет пищи. Христос еще раз спрашивает, по сути дела, заставляет их свидетельствовать о том, что ни у кого ничего для такой толпы нет. Когда говорит, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они говорят, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. И вот тогда Христос повелевает принести хлеба и рыбы ему, велел народу возречь на траву, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил и преломив, дал хлеба ученикам, а ученики народу. Вот, по сути дела, и все чудо. Как оно происходит, как оно совершается, мы не знаем. Мы принимаем, что действительно чудесным образом умножились хлеба и рыба. А говорится о том, что ели все и насытились, и дальше замечание набрали оставшихся кусков, двенадцать коробов полных, хотя евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Двенадцать полных коробов свидетельствует о том, что каждый из двенадцати апостолов входил и хлеба собирал оставшиеся куски. То есть, в данном случае был свидетелем безоговорочным и ответственным за то, что это чудо действительно совершилось. А поскольку набрали немало вот этих корзин, остатков, то, по сути дела, чудо явилось очень важным свидетельством того, что Царство Небесное – это действительно царство, где человек не будет иметь никаких, в принципе, решений. С другой стороны, вот это чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами – есть свидетельство о могуществе нашего Господа. И отчасти оно нам открывает, по сути дела, смысл вот того искушения, которое некогда в пустыне произошло в начале общественного служения, когда Господь искушался дьяволом, и тот ставил перед ним вопрос о необходимости превратить камни в хлеба. Господь ответил ему, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Господь отказался не потому, что не мог камни притворить в хлеба, а по другой причине, потому что чудо, действующее на насыщение плоти, часто не прибавляет к вере человека ничего того, что можно было бы назвать нужным и духовным. И вот, по сути дела, следующее событие отчасти может нам об этом свидетельствовать. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народы. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, распугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих, бывшие же в лодке, подошли, поклонились ему и сказали, истинно, ты сын Божий. Событие, которое называется чудом на море или хождением по водам, начинается очень важная реплика евангелиста тотчас, то есть после насыщения пяти тысяч пятью хлебами, Иисус понудил учеников войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, а сам, отпустив народ, зашел на гору помолиться наедине. Почему Христос тотчас заставляет учеников уйти от народа, насыщенных хлебами? Вот здесь толкователи говорят нам о том, чтобы, во-первых, уберечь апостолов от тщеславия, которые, наверное, уже начинали действовать, поскольку через их руки Господь умножал хлеба и питал человечество. Но, с другой стороны, мы можем здесь заметить и другое. Конечно, народ, наевшись, понял, что Иисус удовлетворяет их запросам относительно Мессии. Такой именно Мессия им и нужен, который бы напитал, который бы накормил из ничего, сделал людей счастливыми. И вот эти такие плотские мессианские чаяния, которые начинали движение в народе, они, конечно, могли захлестнуть и самих апостолов, увлечь их, вот это вот чаяние такого политического, экономического могущества Мессии. И вот Господь предупреждает этот момент, заставляя апостолов уйти как можно дальше от народа. А сам, находясь в молитве, уже ночью, поскольку речь идет о четвертой страже, видит, что лодка бушует, что лодка попадает в шторм, и бушующее море начинает накрывать ее волнами. И для спасения своих учеников, для утверждения их, Господь идет по бушующим волнам навстречу к ним. Писание говорит, ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Почему вскричали ученики? Ну, конечно, наверное, человечество до этого момента не видело ничего подобного в лице, в данном случае, учеников, чтобы человек шел по воде. Но Христос идет не просто по воде, а по бушующей стихии. И вот здесь, мне кажется, можно рассуждать еще о другом. Для апостолов было крайне, в принципе, непонятно, зачем Христос поступает так. Ведь они знали о том, что Он уже может усмирить бурю. Ведь они некогда плыли по Галилейскому озеру, и Христос во время, разбуженный во время этой бури, усмирил ее. Им непонятно, почему Христос, не усмиряя бурю, идет по водам. Ведь можно было бы это сделать. А Господь, наверное, преподносит очень важный урок для апостолов, урок, который схватывает тотчас апостол Петр. Господь говорит, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. Вот здесь надо сказать, что апостол Петр не проверяет, Христос перед ним или нет. И условием этой проверки или критерием поставляет возможность пройти, что ли, или не пройти по воде. Нет. Апостол Петр ухватывает очень важный момент. Там, где Христос, там безопасно. И поэтому он верит, что даже лодка его не спасет, но нахождение рядом с Христом окажется для него спасительным. И вот апостол Петр идет по воде, но, говорит Писание, в виде сильный ветер испугался и начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. В данном случае святитель Анзлатоуст, рассматривая это чудо, говорит примерно так. Петр, победив великое, побеждается малым. Но, наверное, именно сама по себе суетливая мысль Петра, что же я делаю, как же я могу идти по воде, ведь это от века не видно и не слыхано, вот, по сути дела, является источником его падения или его утопания. И в данном случае Христос подтверждает наше рассуждение. Он говорит, маловерный, зачем ты усомнился? По сути дела, вот именно сомнение, наверное, это одна из самых страшных бед, которые может быть в нашей вере. Наше доверие Богу должно быть без всяких сомнений. И если это будет так, то мы по жизни, подобно апостолу Петру, сможем пройти и по бушующим волнам, и окажемся всегда с Господом. И когда вошли они в лодку, ветер утих, бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты сын Божий. Но в данном случае величие этого чуда заставило апостолов исповедовать божественность их учителя. Но мы можем поставить другой вопрос. Почему насыщение пяти тысяч, пятью хлебами, не вызвало из сердец апостолов эти же слова? Ведь и после насыщения пяти тысяч можно было бы сказать, истинно ты сын Божий. Вот здесь как раз мне кажется, что поскольку чудо насыщения пяти тысяч, пятью хлебами было направлено на удовлетворение потребностей плоти, оно не достигло нужного результата именно со стороны апостолов исповедания Иисуса Христом. А чудо в лодке, когда разыгралась буря, по сути дела поставило перед апостолами самый что ни на есть бытийный вопрос, быть или не быть. И вот когда они оказались на грани между жизнью и смертью, и на помощь им пришел Бог, или мы скажем Господь наш Иисус Христос, то вот это именно и дало должный результат, принесло великий плод. В их сердцах именно воспламенилась эта истина, великое то, что перед ними Сын Божий. И заканчивается 14 глава словами, «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. По неверию, а именно по вере их, исцелял их. Но важно замечание другим. Обратим внимание, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Вообще, впервые о Генесарецкой земле, гадаринской стране, упоминает события также исцеления гадаринских бесноватых. Вот там посещение Христом этой земли окончилось тем, что жители попросили Господа покинуть пределы их. И Христос покинул, но исцеленного бесноватого оставил свидетелем того, что сотворил ему Бог. И по всей вероятности, вот эти последние слова 14 главы, Евангелие от Матфея, есть не что иное, как свидетельство того, что проповедь исцеленного гадаринского бесноватого, она принесла искомые для Христа результаты. Жители во многом... Перезапишу. Принесла искомые результаты. Жители, многие, по всей вероятности, под напором свидетельства исцеленного гадаринского бесноватого, покаялись, раскаялись в том, что они не приняли божественного посланника. И когда вот у них здесь появилась вновь возможность принять его, то, конечно, они его приняли и поэтому получили просимое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова